Вся наша планета покрыта вулканами, но точное количество этих огнедышащих гор до сих пор никто не смог подсчитать. Извержение вулканов явление невероятно прекрасное, безумно опасное и разрушительное одновременно. Салют, гайз! Вы на канале Волошин Брос. Я надеюсь, что вы уже догадались, что сегодня мы с вами узнаем все самое интересное о гигантах под названием вулканы. Ну все, погнали! Многие люди при слове вулкан представляют себе огнедышащие горы, но на самом деле это не совсем так. Существует много вулканов, которые выглядят как трещины на поверхности Земли. Вообще, ребят, вулканы это особое геологическое образование на поверхности планеты, причем не только Земли. Так как же образовываются вулканы? Сейчас мы это узнаем. Раскаленная магма поднимается вверх от центра Земли по трещинам и разломам земной коры. Там же, где она прорывается наружу и образовывается действующий вулкан. Кстати, название пошло от древнеримского бога, повелителя подземного огня вулкана. В 1943 году в Мексике фермер с супругой на своем кукурузном поле обнаружили трещину диаметром 7 сантиметров, из которой валили клубы дыма. К вечеру того же дня начали раздаваться взрывы, а через пару дней потекли реки лавы. За один день вулкан вырос до 44 метров, через неделю до 106 метров, а через год вымахал до отметки 336 метров. На секундочку, это на 12 метров выше Эфелевой башни. Вулкан непрерывно извергался в течение 9 лет, покрывая все кукурузное поле. Сейчас вулкан Парикутин сладко спит. А теперь немножко истории. При извержении вулкана Пеле в 1902 году на острове Мартинико в Карибском море погибло более 30 тысяч человек. Только два человека со всего острова выжило. Это был сапожник, который жил на краю острова, и заключенный, который был заперт в камере подземелья с толстыми каменными стенами. В кратерах спящих вулканов очень часто образовываются красивейшие озера. К примеру, в Камеруне есть озеро Убийца Ньюз. Представь себе картину. Чистый воздух, красивейшая природа, высокогорное озеро, поют птички. И вдруг, бах, сильнейший взрыв. В августе 1986 года такой взрыв унес жизни почти 2000 человек. Это озеро является вулканическим. Оно расположено на высоте 1090 метров. На глубине этого озера постоянно накапливается взрывная смесь углекислого газа, гелия и метана. Малейшее колебание земли, резкое изменение температуры или сильный ветер приводит в действие эту бомбу. В тот ужасный день после взрыва газ расползался по склонам горы в течение нескольких часов на расстоянии до 30 километров, уничтожая все живое на своем пути. В том числе и поселения, живущие вблизи этого озера. В Индонезии в кратере вулкана Килимуту образовалось три фантастически красивых озера. Что же в них такого необычного? А то, что они меняют цвет от бездомно-голубого до черного со всеми промежуточными оттенками. Ученые предполагают, что это происходит в результате реакции минеральных веществ в воде и газов, которые выходят из вулкана через дно озер. А еще точно неизвестна глубина этих озер. Приблизительно 1650 метров, то есть высота самого вулкана. На земной суше около полутора тысяч действующих вулканов, а под водой их и не сосчитать. Многие заселенные острова имеют вулканическое происхождение. Как это? Да вот как! Подводные вулканы извергали лаву в течение долгого времени и появились острова. Самый молодой вулканический остров на земле называется Сюрцей. Находится он недалеко от Исландии. А появился этот необитаемый остров 14 ноября 1963 года. Изначально за 4 года остров вырос почти до 3 квадратных километров. Но на сегодняшний день из-за вымывания его берегов волнами, остров уменьшился в 2 раза. А знаешь ли ты, что в Антарктиде среди вечной мерзлоты тоже есть вулканы? Три потухших и один активный. Что самое интересное? Эребус, так он называется, постоянно извергается. Если честно, трудно даже представить, как среди снегов может располагаться незаживающее лавовое озеро, периодически стреляющее бомбами из лавы. Еще подкину вам интересный факт. Эверест это не самая высокая гора. Да-да, вы не ослышались. Если измерять высоту гор не от уровня моря, а от подножия, то гавайский вулкан Мауна-Кеа является самой высокой горой. Его высота 10203 метра, а Эверест всего 8850 метров. Представляешь, Земля не единственная в Солнечной системе планета, на которой есть много вулканов. К примеру, самый высокий вулкан находится на Марсе. Это вулкан Олимп, высотой 27 километров. Также много вулканов на спутниках Юпитера и Сатурна. Они постоянно извергаются, изменяя рельеф. А на нашей планете, помимо обычных вулканов, активных, спящих и потухших, есть 8 супервулканов. Супервулкан термин ненаучный, но очень хорошо подходит этим гигантам, раскиданным по всей планете. Один такой супервулкан может уничтожить все живое и изменить климат во всем мире. Мощность извержений его может в несколько раз превысить мощность всех вместе взятых обычных вулканов. Последнее мощное извержение супервулкана произошло 27 тысяч лет назад в Новой Зеландии. Извержение такой силы опасно выбросами в атмосферу огромных туч пепла. Реки кипящей лавы покроют огромную площадь земли. Серно-кислотные дожди завершат начатое. Температура сильно понизится. Археологи выяснили, что произошедшее около 75 тысяч лет назад извержение вулкана Тоба в Индонезии вызвало эффект вулканической зимы. Облака пепла заслонили солнце на долгие годы и шли серные дожди. В целом этот период продлился около 80 лет. Сейчас на планете насчитывается 6 активных самых опасных супервулканов, таких как Йеллоустонская кальдера или тот же самый опасный Тоба, которые стали проявлять свою активность в виде землетрясений. Они могут проснуться в любой момент и разбудить все существующие вулканы на планете. И тогда зомби-апокалипсис отдыхает. Но не будем о грустном. Вулканы делятся на три группы по типу извержения. Одни выбрасывают только столбы дыма и пепла, другие выбрасывают только магму, а третьи и то, и другое. Из всех задокументированных извержений, самым мощным было извержение вулкана Тамбора в Индонезии в начале 19 века. Из-за него средняя температура на всей планете понизилась на несколько градусов примерно на год. Самый опасный на сегодняшний день действующий вулкан Папа-Катипетель располагается в Мексике, в 60 километрах от ее столицы. А опасен он тем, что по сути это огромный горный барьер, который состоит из нескольких вулканов, и далеко не все они спящие. На этом, ребята, я, наверное, закончу, так как о вулканах можно рассказывать бесконечно. Улыбайтесь, ведь улыбка творит чудеса. Всем пока, всех обнял. Скоро увидимся, друзья.